Друг, а перед тем как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция Онлайн. Но перед тем как мы начнем, я конечно же хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Ребята, мы едем на оффроуд. Как я говорил, мы специально подготавливали этот у вас Патриот, чинили его, делали ему большие колеса, увеличивая скорость. Ну в общем-то потратили уйму денег и сделали его максимально оффроудовским каром, то есть машиной. Для того, чтобы просто вот сейчас заехать на гору и начать суетиться. Но вот эти места мне пока что никак не привлекают, меня больше привлекает уже более впереди то, что будет. Потому что есть места, горы и прочие вещи, на которые можно будет подниматься. Для этого я и взял этот Патриот. Потому что прямо сейчас уже мы можем в принципе начать наш оффроуд и пробовать его тестить прямо вот здесь. И на самом деле это даже от первого лица смотрится круто, но главное тут не врезаться в какое-то дерево. Тут хочу сказать, что первые две минуты проходимость нереально крутая у Патриота. То есть он действительно абсолютно максимально вытягивает все, что вот движется. Потому что это машина, у которой есть все для того, чтобы мутить нереальную штуку. Вот тут мы нашли уже какую-то тропу, по ней можем кстати ехать и пробовать смотреть куда ведет тропа. Вот тут у нас идет какой-то тупик, давайте взглянем на него, проедемся до туда. И тут лесная опушка, да ребят, тут просто мы приехали на лесную опушку и тут больше ничего нет. Какой-то старый заброшенный завод, по которому мы также можем прокатиться. И УАЗ Патриот себя в то же время отлично чувствует. Но тут, ребят, походу какая-то зона засекречена. Я не знаю, я никогда не был тут. Но это оп-оп-оп-оп, чуть в воду не упал. Но мне повезло, ребят, абсолютно повезло. Но ладно, возвращаемся и пробуем куда-нибудь поехать в другое место. Потому что тут атомная, наверное, какая-то электростанция, где вырабатывают электричество. Поэтому лучше туда не соваться, как бы. И мы ж не работники этого места. Поэтому давайте дальше продолжать наш оффроуд. И ё-моё, ЖД пути. Ребят, я не знаю, откуда они тут взялись. Они мне в принципе не нужны. Но мы как будто ездим просто, ребят, по лугам, по прикольненьким местам. И это мне действительно очень сильно нравится. Почему бы и нет? Дальше я уже вижу, что тут начинается какой-то город. Да, ребят, мы в него въезжаем. Но мы разворачиваемся. Мы едем также по оффроуду. Пробуем ехать через этот лесной массив. Главное, никуда не врезаться. Но, ребят, тут может быть дерево. Либо прозрачное, но может быть как бедрок. И жёстко меня ударить. Но я отлично всё прохожу, ребят. Так, посмотрите, мы уже вот по такой вот горе прокатываемся. Это чётенько, в принципе. Мне безумно нравится. Но можно будет сейчас поехать. Впереди должны быть горы какие-то, ребят. А я так понимаю, что вот за этим бугром начинаются горы. За вот этой трассой мы вот так пересекаем сплошную и едем на другую часть. И вот тут уже начинаются холмы какие-то. Вот что-то такое подобное, прикольное. И ё-моё, ребята, мне это нравится. По вот таким опушкам кататься. Посмотрите, какая скорость вообще неимоверная. Мы видим облака. Мы практически выше облаков. И УАЗ Патриот вообще чётко вытягивает. Отсюда даже видно, ребят, город. Собственно говоря, большой торговый центр. И это максимально круто. Вот так катаешься по природе. Наблюдаешь за городом. И просто катаешься. Тут какое-то озеро. Какое-то водохранилище, я так понимаю. Жесть. Это тоже прикольно. Примыкающее, конечно же, к городу. Но окей. Там, скорее всего, что-то мутится. Что-то делать. Ну-ка, давайте, по-моему, даже заехать чуть-чуть. Ну-ка, вот так вот прокатимся по песочку. Как себя чувствует Патриот? Вообще суперски чувствует. И вот, ё-моё, чуть-чуть не попался в дерево. Окей. Продолжаем путь. И опять же выезжаем на вот эту вот локацию. Ё-моё, как же тут жёстко. Тут вообще ничего не понятно. И каким-то образом мы попали в какое-то место, где всё огорождено. Ё-моё, ребят. Это депо трамваев, поездов. Чё, как я сюда попал. Окей. На. Нет. Нам они не нужны. Мы едем дальше, ребята. Потому что у нас есть такой прикол. Мы тестим. Действительно, мы тестим этот Патриот на то, насколько он крутой. Мне кажется, что мы, опа, проехали что-то. Мы приехали в деревушку какую-то. Тут, ребят, кастрик. Кастрик, чё-то делают какие-то суета. Ё-моё, тут реально чё-то дымится какой-то огонь. Походу, тут отдыхали туристы. И забыли, собственно говоря, потушить кастрик. Ребята, это просто жесть. Главное, чтобы об него не обжечься. Кстати, я об него вообще обжечься не могу. Но шашлык просто, походу, сгорел. Ребята, с шашлыку-то уже всё. Шашлыка не будет сегодня. Потому что тут, по-моему, пипец. Алё, ребята, походу, никого нету абсолютно. Никаких отдыхающих. Все ушли, видимо, покупались вот так в озере. И забыли, абсолютно забыли про то, что у них там костёр дымится. То, что тут вообще какой-то прям пожар. Но сюда нужно вызвать пожарников. Потому что, ребят, ну это как бы не дело. Вот так брать, оставлять костры и уходить. Это, конечно же, вообще не круто. Поэтому, ребят, пока мы будем отсюда отъезжать, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в МТА Провинция Онлайн? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой компьютер. Не обязательно иметь мощный ПК. Достаточно будет даже слабого ноутбука. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную МТА Провинцию и заходи на седьмой сервер, где играю я. И ты обязательно кайфанёшь от этой игры. Потому что она абсолютно крутая. В ней очень много всего. Это та же самая ГТС Андрес, только с русской картой. В ней много тачек. В ней, собственно говоря, также можно, собственно говоря, покупать что угодно и заниматься, ну, действительно, реальной жизнью. Это реально круто. Поэтому ссылочка будет в описании. Заходите, играйте. Я думаю, что вам точно понравится эта игра. Она действительно заслуживает своего внимания. А также, ребят, чтобы сразу получить много денег в игре, вам нужно будет смотреть, что сделать. Когда зайдёте в игру, надо будет нажать на клавиатуре буковку М английскую. И вот отсюда, со статистики, нужно зайти на вкладку реферальная система. И вот сюда нужно будет ввести мой промокод личитоп. Вот этот промокодик ввести вот сюда. И вы с лёгкостью получите очень крутой и интересный бонус. Поэтому заходите, ссылочка в описании. И играй вместе со мной. Ну, а мы продолжаем приключения. То есть мы уже проехали очень большое количество карты. Я даже не понимаю, где я нахожусь сейчас. Я себя не вижу на карте. А, я реально очень много, ребят, проехал. Очень большую часть. Давайте также проедем через вот эту вот дорогу. И попробуем... А, нет, дорогу-то не пересечь, походу. Ё-моё. Насколько-то... Я вот хочу подняться на вот ту гору, которая у нас есть впереди. Но для этого нужно как-то через эту железяку пробраться. Но она нас вообще не пускает абсолютно. Окей, приходится заезжать в город. Но я думал, что в этом ролике вообще в город не заеду. Но, как видите, немножечко пришлось. Окей, в принципе, это бывает. Я это понимаю. А теперь мы действительно выезжаем на оффроуд. Вот пока что я еще двигаюсь по городу. То есть по вот таким, собственно говоря, местам. И теперь я думаю, что вот отсюда, с этой скалы, можно даже попробовать забираться. Потому что вот это место прям действительно вот прям мощное. Давайте проверим этот патриот, насколько он реально проходимый. Да, ребят, он прет. Но в чистую скалу он заехать не может. Его валит вниз. И, походу, это все? Нет? Да, ребята, у вас патриот сломался. То есть, все. Прикиньте. Ё-моё, мы столько прокатались. И под конец ролика он, походу, просто решил отключиться. Поэтому, ребят, давайте просто будет в этом ролике кодовое слово Патриот сломался. Все, кто напишет слово Патриот сломался, попадет в мой следующий видос. Поэтому, ребят, заходите, собственно говоря, на провинцию. Будем играть вместе с вами. С вами был Личи. И всем до скорых встреч.